Работодатели должны предоставлять отчетность о своей деятельности не только в налоговую инспекцию, но также и в Пенсионный фонд РФ. Обязанность сдавать отчеты распространяется как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы систематизировать отчетность, сдаваемую в Пенсионный фонд, используем для этого в качестве основного критерия периодичность сдачи отчетов. Условно можно подразделить всю отчетность для ПФР на следующие виды – годовая, ежемесячная, квартальная. Кроме того, существуют еще со стороны Пенсионного фонда индивидуальные запросы. Иногда возникает потребность в уточнении сведений, переданных ранее в отделение ПФ. Именно в этих случаях и возникает потребность в предоставлении информации по индивидуальным запросам. К примеру, при оформлении сотрудником предприятия выхода на пенсию, у него сотрудники Пенсионного фонда могут запросить недостающие сведения. Наиболее распространенные случаи по передаче в отделение ПФ ответов на индивидуальные запросы. Выслать подтверждение информации о наемном работнике, предоставить полную информацию по конкретному объекту, провести сверочные мероприятия по начислению страховых взносов граждан, проверить соответствие переданных ранее сведений. С фактическими. Индивидуальные запросы выполняются с использованием бланков АВТ-1, АВТ-3, АВТ-2, СВСК, СВСК. Форма с аббревиатурой СВСК содержит требования по внесению данных о трудовом стаже наемного работника до 31 декабря 2001 года ПППФ от 11 января 2017 года. Номер 2 П. Важно! Для того, чтобы был принят подготовленный по запросу документ, к заполненному отчету необходимо приложить опись, форма которой унифицирована АВТ-1. Конкретной даты сдачи СВСК не существует, как правило, непосредственно в запросе будет прописан срок передачи документа. Традиционно на подготовку сведений дают один календарный месяц. Вместе с тем на практике бывает и так, что ответ на запрос следует предоставить в срочном порядке, тогда на подготовку ответа отводится несколько дней. Автодин. Данный документ необходимо направить в пенсионный фонд в соответствии с положениями закона о персонифицированном учете, согласно которым работодатель обязан оформить наемному работнику страховое свидетельство, если такового у сотрудника. Ранее не было П. 1 С. Т. 9 ФЗ от 1 апреля 1996 года. Номер 27 ФЗ. Законодатели определили срок подачи анкеты наемного работника по унифицированной форме от 1 в пенсионный фонд, который равен 14 дней с даты подписания трудового договора, либо договора гражданско-правового характера с сотрудником. Рекомендация из практики. При отсутствии у вновь принятого работника СНИЛС, перед заполнением анкеты Автодин следует попросить его написать в производной форме заявление о выдаче страхового свидетельства. Автодин. Используется данный унифицированный бланк в ситуациях, когда необходимо направить в пенсионный фонд заявление об отмене СНИЛС в связи с изменившимися данными застрахованного лица. Например, при изменении фамилии, гражданства и других данных, зафиксированные в страховом свидетельстве, постановление ПФ от 11 января 2017 года. Номер 2. Авт 3. Потребность в заполнении данной унифицированной формы возникает в ситуации, когда гражданин потерял страховое свидетельство. Авт 3. Заявление с просьбой выдать дубликат ранее существовавшего СНИЛС, постановление ПФ номер 2П. В заявлении надо указать следующие данные. Фамилию, имя, отчество гражданина полностью. Пол. Ввести дату рождения. Указать место рождения. Номер личного или домашнего телефона для связи, номер и серию паспорта, кем и когда он был выдан. Заявление подписывает гражданином лично. На нем должна быть подпись заявителя. Далее заявление заверяется руководителем предприятия. В заявлении также указывается номер СНИЛС, которое было основанием для перечислений в ПФ и сдачи необходимых отчетов. Годовая отчетность для Пенсионного фонда РФ. СВС-стаж ПППФ РФ от 6 декабря 2018 года. Номер 507-П. К отчетам, которые сдаются один раз в год, относится СВС-стаж. Этот отчет был утвержден в 2018 году. В 2020 году данный отчет сдают уже на обновленных бланках. Отчет содержит данные о трудовом стаже сотрудников. Данные этой формы отчетности необходимы для получения информации об уплаченных взносах и страховом стаже наемных работников, которые впоследствии отражаются на индивидуальных лицевых счетах, что становится основанием в перспективе. Для начисления страховой пенсии. Работодатель заполняет и передает в ПФ отчет из ВЭС-стаж при наличии любого из существующих видов договоров. Важно! СВС-стаж необходимо сдать при наличии в организации только одного руководителя, который одновременно является и учредителем этого предприятия. Когда следует передать в Пенсионный фонд СВС-стаж, отчет предоставляется до 1 марта года, следующего за отчетным. Так, отчет за 2018 год необходимо направить до 1 марта текущего, 2020 года. При определенных обстоятельствах отчет необходимо составить раньше срока, установленного для общих случаев. Например, при увольнении наемного работника из ВЭС-стаж надо выдать сотруднику в день увольнения на руки. Когда наемный сотрудник оформляет документы для выхода на пенсию, то составляется и передается в Пенсионный фонд СВС-стаж, рекомендация по заполнению СВС-стаж при нестандартных обстоятельствах. Если предприятие уже подавало в ПФ отчет из ВЭС-стаж в отчетном году по одному их сотрудников, работник собрал документы для оформления пенсии, то его, тем не менее, необходимо указать в отчете за год. Иначе в единой базе информационных данных появятся несоответствия, которые могут привести к административной ответственности. Отсутствие начислений для наемных работников не освобождает работодателей от сдачи данного вида отчетности. Как правило, такая ситуация складывается в организациях, в составе которых находится руководитель в единственном числе, являющийся также и учредителем. Отчет все же следует предоставить. Данные о гражданах, привлеченных к работе из мест лишения свободы, также следует учесть в отчете СВС-стаж. При отсутствии индивидуального предпринимателя-работников отчет СВС-стаж в РФ не сдается. Отчетность в ПФР за квартал. Предприятия, выплачивающие фонды социального страхования дополнительные взносы на своих сотрудников, обязаны заполнять соответствующую отчетность. Бланк отчетности ДВС-3 разработан для отражения подобных платежей ПППФ от 9 июня 2016 года. Номер 482-П. Отчет не сдается теми организациями, которые не осуществляют дополнительных страховых выплат своим сотрудникам. Когда необходимо предоставить в ПФ отчетность по форме ДВС-3. Отчет по форме ДВС-3 следует направить в отделение пенсионного фонда до 20 числа, следующего за отчетным кварталом. Бланк ДВС-3 предусматривает внесение данных о застрахованных наемных работниках, которым начислены были дополнительные взносы, ФЗ от 30 апреля 2008 года. Номер 56 ФЗ. Отчет по форме СВС-М. Данный отчет предоставляется в ПФ ежемесячно всеми работодателями. Форма бланка является унифицированной и утверждена постановлением ПФР, ПППФР от 1 февраля 2016 года номер 83-П. Структурные части отчета. Бланк отчета СВС-Стаж включает 4 смысловых раздела, заполнение каждого из которых обязательно. Раздел 1. Здесь указываются данные о работодателе, его полное наименование, номер регистрации в пенсионном фонде и на организации КПП. Раздел 2. Период, за который сдается отчет. Здесь указывается год и месяц отчетного периода в цифровом формате. Раздел 3. Вид сдаваемой отчетности. Если отчетность сдается первый раз, то пишем ИСХ. Если форма содержит неверные сведения, то для их отмены в этой части раздела отчета пишем ОЦМ. Форма, вносящая дополнительные верные сведения, обозначается как ДОП. Раздел 4. Предполагает внесение в данном разделе данных о наемных работниках, таких как ИН, СНИЛС, ФИО, полностью и другие. Важно! Отчет становится официальным документом после того, как его подпишет руководитель организации, а его подпись будет заверена печатью юридического лица. Для индивидуального предпринимателя наличие печати необязательно. Когда надо сдать отчет СВСМ? Отчет должен быть передан сотрудникам отделения ПФРФ до 15-го числа месяца, который следует за отчетным периодом. В какой форме предоставляется СВСМ? Количество сотрудников на предприятии определяет форму сдачи отчета СВСМ. Так, если в штате организации 24 человека, то отчет можно передавать на бумажных носителях. Если же 25 человек и более, то отчет принимается только в электронном виде. Штрафные санкции, которые применяются к работодателю, если он не сдает отчет СВСМ. За несвоевременное предоставление отчета в отделение ПФР работодатель штрафуется в размере 500,010 рублей за каждого наемного работника. Например, если на предприятии 17 человек, то за несданный в установленный срок отчет потребуется заплатить 8,5 тысяч рублей. Рекомендации из практики по заполнению СВСМ. Общие правила. В отчете необходимо указать всех работников, с которыми были заключены трудовые договоры, авторские, гражданско-правовые. При этом не имеет значения, осуществлялись ли по ним начисления и последующие выплаты в отчетном месяце. Отдельные примеры. Пример 1. Наемный работник был уволен в августе, а в сентябре ему начислили премиальные. Включать или не включать данного работника в отчет СВСМ за сентябрь. Рекомендация. Работника, который был уволен в предыдущем месяце, не надо включать в СВСМ. Пример 2. На предприятии оформили прием нового работника в последний день месяца. В соответствии с трудовым договором он не получал заработную плату за этот день. Надо ли указывать его в отчете СВСМ? Рекомендация. Данный сотрудник должен быть внесен с отчет СВСМ, поскольку с ним был заключен трудовой договор. Пример 3. На предприятии сотрудники отсутствуют. Трудовой договор с его учредителем не заключен. Есть ли необходимость по формированию отчета СВСМ? Рекомендация. При подобных обстоятельствах направлять пустой бланк в ПФ нет необходимости. Есть ли необходимость в сдаче отчета в ПФ при ликвидации субъекта экономической деятельности? При ликвидации в отчетном году предприятия или индивидуального предпринимательства все обязательные отчеты сдаются в отделение пенсионного фонда. При этом сроки их предоставления отличаются от стандартных. В течение одного календарного месяца с момента принятия решения о ликвидации экономического субъекта надо будет передать все существующие отчеты в ПФР. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!